друзья всем привет мы приехали на фестиваль петров день с подружейными собаками у меня собаки нет но люди сейчас регистрируются вот там будет регистрация очень много собак бегает всяких разных пород подружейных я похожу посмотрю вообще впервые на фестивале петров день что он себя представляет как он проводится посмотрим если перегрылись бы и сейчас бы все рад что сказать заянт Уважаемые участники фестиваля, кто сформировал, сформировывает команды, обязательно спросите у оргкомитета, мы дадим бланки на заполнение команды. Ну что, вот время 5 утра. Участники поехали. На состязание. Сейчас попробуем поснимать, как это все проходит. Я впервые на этом мероприятии. Здесь есть пазан, всякая другая птица. Посмотрим, кто что добудет. Я уже пошел. Я уже пошел. 40 лет. 50 лет. Остальные тайн. Субтитры создавал DimaTorzok 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 так скажу я вам так жару это не состязание это мучение самом деле что охотники что собаки очень жарко очень это все устается судьи посмотрим еще вечерние состязания что там будет но я уже нагулялся с 5 утра уже девять так что это многие поляки многие доезжают так как раз так как раз ну ну Заряжаемся. А он сам вылетел. Нет, как я не попала. И мастера могут ошибаться. По ощущениям, как будто сзади-то попало. Но это, мне кажется, тот, который из дерева, да? Я не знаю, я вообще не видел. Нет, тот, который улетел, он сел на березу. Возможно, он сюда и полетел. Нет, на березе сидит тот. Он из машинки вылетел. С машинки. По-моему, он вылетел из машинки. И правее сходи, Паш. Потому что тот на березе сидит. Если машинка закрыта, я бы не считал. Все, заряжаемся. Это было опасно. Как говорится, вот и потренировались. Потренировались. Пыша! Побывали на дисциплине меткая подача. Интересная дисциплина, конечно. Но не все собаки любят голубя. Подавать именно находят, но не подают. А там учитывается время нападать. Что же? Ну, ждем вечера. И тут оставшиеся, кто утром не смог выступить, пойдут на вечерний охоте. Посмотрим, что будет вечером. Надеюсь, с такой жарой. Друзья, вот и наступил долгожданный вечер. Пол восьмого. Остались несколько участников. В районе шести, наверное, собак. Может, чуть больше. Сейчас посмотрим, как они будут работать в вечернее время. Ветер чуть-чуть есть. Жара спадает. Посмотрим. Все равно интересно. Не в плане охоты, а в плане того, что... Ну, посмотреть вообще работу собак. Разных собак. Это мой просто интерес. Оборачивается, да? Смотрит. Ну, а на стойку делает, да? Вот он, порола. Перепела. Перепел. Ветер-то нифига. Перепел. Стоит такой, даун. Ну, сейчас можно доработать. Даун! Мы этот спор простим, потому что ветра нет. Да, она ее практически наткнулась. Да, поэтому прощаем это дело. Ну, вот, но теперь она должна... Вот тут он сел, да? Да. Вот он, вот он встал. Ну, давай, давай, его. Может, другая птица? Да. Тут... Вряд ли он до сюда подлежал. Тут может быть и фазан. Не обходи, не обходи. Интересно вообще. Ну, что это тут все означает? Но она пытается со стороны ветра. Тут фазан может быть. Да. Когда ты перепел, вот он и его. Работайте, работайте. Это уже может быть фазан. Да, она вперед смотрит. Под кустом, скорее всего. Сиди. Иди, чтобы сиди тут. Давай, давай, давай. Давай, давай. Ну, 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 ну. Вперед. Я говорю, под кустом, скорее всего. Под кустом, ага. Сейчас с той стороны выспущу. Вперед. Ну, что-то повезет. Угу, идет по-набору. Давай, на кидание. Тут ее не надо мне показывать. Бегает деревня. И не вступить не ведет. Вот так вот. Вот так обмануть тебя. Давай, иди сюда. За что? Нету. Вперед. Не может, это тебя не видит. Вперед. Нету. Нету заразы. Давай. Давай. Давай, давай. О. Дом. Дом. Вот он. Вот на броды. Где он приземлился. А, он поймал. Он поймал. А он битый. А, нет. Да, нет. Он встал был. А, не поймал, не поймал. А, он билет. Тащи. Тащи. Работы защиты выстрел не было. Собака субпортирует. Может, это на тарелочке стреляет. Сид. Убежи сейчас. Забирай. Забирай руки. Это неправильно. Должна давать в руки. Да нет. Я забираю. Просто попросили держать. Держать. Значит, выстрела не было. У тебя есть возможность стрелить по тарелке. Понятно? Фирменная. Это часть кубка сейчас будет собрана. И наши кормовые спонсоры. Прошу, первое место. Также еще кубок главный, да? Кубок вот сюда, да? Поздравляю вас. Вставайте. Давайте фотографируйте и потом... Собачку, вы собачку нам покажите, пожалуйста. Уберите, это смешок. Теперь, вот, наши еще дополнительно кубки сейчас скажут. Так, надо нам только освободить Сергея, а то он стоит, держит. Ему будет затруднительно то и то делать. Сейчас фотографируют. Итак, дорогие друзья, я хочу вам немножечко напомнить. Ну, для тех, кто впервые, обычно я каждый раз об этом говорю. Значит, у нас вот на логотипе на нашем, ну, не на всех, но на некоторых, на большинстве, написано с 2005 года. Это значит, что первые соревнования такого типа прошли, ну, почти 20 лет назад. На следующий год будет 20 лет. И придумал их тот человек, который здесь сегодня присутствует. Мой очень хороший товарищ, старый знакомый, Сергей Алискеров. Он это сделал, он придумал. Он первым провел вот эту идею в виде соревновательного процесса, когда, значит, по выпущенной птице соревнуются охотники с разными собаками и с ружьями. Понятно, идея уже была, в мире витала, но в России, у нас, на нашей территории, нашей страны, он придумал и провел это первым. Поэтому с большим удовольствием передаю Сереже слово. Спасибо тебе за эту идею. Но это не просто. Он еще, так сказать, и учредил специальные призы свои и вручал их на предыдущих наших первенствах регулярно. Сейчас немножко, так сказать, обстановка в мире изменилась, поэтому и призы изменились. Но сейчас он сам об этом скажет. Передаю трубку. Да, дорогие уважаемые друзья, действительно, это уже достаточно несколько лет. Я победителю вручаю приз, лучшим напарником, подразумевая то, что тот, кто победил, наиболее между собой собака и хозяин взаимодействует и дополняют друг друга. Один ищет, другой добывает. Вот, все это вместе происходит.